Обычно я беру интервью у тех, кто переезжает в Горячий Ключ, а в этот раз я хочу взять интервью у сына мамы, которая переехала в Горячий Ключ. Откуда вы переехали? Она, вернее. Мама переехала из Тюменской области. А какой Усуи? Тюменская область, хантоматический округ город Урай. Урай, ага. Значит, из Тюмени. Скажи, тебя зовут Валентин, правильно? Да, правильно. А тебе не жалко, что мама уехала? Не жалко. Я считаю, что каждый человек имеет право жить там, где хочет. Хорошо. Вот сколько ты уже здесь был в Горячем Ключе? Сколько раз? Два раза. Это второй раз. И что-нибудь можешь сказать хорошее, плохое? Да. Здесь появились сетевые магазины. Мне это почему-то нравится. ДНС, электроника, Бургер Кинг, KFC. Везде, может быть, привычные места. Понятно. А вопрос такой, а сам сюда не хочешь переезжать? Ну, пока что, по крайней мере, точно не хочу. Почему? Ну, скажем, допустим, Краснодар, там, или еще нравится холод, да, или... Ну, нет, я просто деньги люблю. Мне кажется, что на севере пока что с этим как-то полегче с заработкой. А мама не любит деньги. Ну, мне кажется, она, по крайней мере, декларирует, что это не главное, там, что здесь и так. Как-то, как-то всего хватает. На деревьях практически, да, растет. Ну, то есть, ну, хорошо, ты не согласен с мамой? Или, с точки зрения, она декларирует? Согласен. Согласен, просто, ну, мне еще кое-что важно. Хорошо, вот где вот отдыхаешь? Вот в этот раз приехал, ты же в отпуск же приехал, да? Да, это в отпуск. А где обычно отдыхаешь? Ну, обычно стараюсь уехать и за границу. Как-то меня туда тянет, магнитит. А, ну, последний раз где был? Последний раз в Турции, когда ее только что недавно открыли в апокалипсис. А до этого, до этого я по странам Европы прокатился, приобщился. Ну, решил познакомиться вообще. К чему меня так тянет, да хотя бы узнать. Хорошо, если сравнить, допустим, Турцию и Горячий Ключ, что круче и почему? Так схоже, особенно, когда хотел Сочи сравнить с Турцией. Но Горячий Ключ, наверное, тоже похоже на какой-то маленький курортный турецкий город, например. То есть, в следующий раз поищем в Турцию, а в Горячий Ключ, да, или? Ну, и я, кстати, тоже в Турции. Я, кстати, сомневаюсь. Для меня, мне кажется, что в юге смысла нет, если он не на берегу моря. А, то есть, Горячий Ключ тебе не нравится? Да, хотя бы из-за этого, то, что не на берегу моря. Как? Как переезжать на юг, если это не берег моря? А, ну, допустим, ну, хорошо, в Сочи, то есть, гораздо круче там, или? Да, я недавно ездил в Сочи, у меня как в Москва-2. Только теплое. Ну, вроде прикольно. Понятно. А вот какие-нибудь мечта жизни есть? Мечта вот, не кем стоять, уже кем-то стал, да? Вот какая-то мечта или желание что-нибудь сделать есть? Ну, пока что мне, можно сказать, снится о том, что я нахожу способ жить, не работая. Два года. То есть, как мама. То есть, ты любишь деньги, а нравится жить, как у мамы. То есть, практически, вот уже готовое решение есть. Просто повторяй. Да. Ну, мне хочется сначала научиться жить, не работая, два года поотдыхать, а потом посмотреть, что бы мне захотелось самому от себя делать. Понятно, хорошо. А можешь посоветовать что-либо таким же молодым людям, как ты, переезжать или не переезжать? Насколько горячий ключ хорош? Или красный дар? Мне кажется, лучше посмотреть на мой выбор. Я переезжать на юг не решу. А, то есть, наоборот, ехать на севера, да? Для старта, мне кажется, да. Для старта это хороший старт. А потом, там, с набором опыта и компетенций, уже в любое место, наверное, можно перебираться. Понятно, понятно. То есть, пока он в системе, поэтому... Можно громче сказать. То есть, пока он в системе... Мама говорит за кадром, пока он в системе, то... Пока он в системе, он считает, что на севере гораздо больше возможностей заработать. Ну, это правда, да. А если мы говорим выйти из системы, то здесь уже не важно место проживания. Уважаемые друзья, мы говорим про выход из системы, про возможности фриланса. Вот об этом. Так, еще раз. Может быть, мама не будет слышана на камеру. Значит, повторю. Значит, если человек работает в системе, то круто работать на северах. А если он хочет выйти из системы, то тогда лучше работать на себя на югах. Правильно, да? Хоть где имеется в виду. Хоть где. Согласен с этим положением? Слегка не согласен. На севере, если ты не в системе, ты можешь замерзнуть, мне кажется. Кстати, да. Кстати, я вот из Хабаровска, я там прожил 36 лет. По-моему, все мои одногруппники, все мои одноклассники работают где-нибудь в МВД, ФСБ и так далее. Во всех каких-нибудь таких вот трехбуквенных или четырехбуквенных аббревиатурах. Потому что все, кто работал сам на себя, все не разорились. Вот. Итак, мы брали интервью у Валентина. У Валентины мама переехала сколько лет назад? Пять лет, да? Восемь лет назад сюда. Вот. И он всего лишь два раза еще был, два раза был в горячем кличе. Большое спасибо. Пожалуйста.